вот попытка снять шишечки в люмке вот так это в люмке видится сейчас я отключу подсветку и сниму то же самое без подсветки тут по хорошему как то так снимать издаля на приличном увеличении тогда будет как бы эффект нормальный вот и то же самое я сейчас сниму вот видна и сеточка тут и все как говорится и то же самое сниму сейчас в люмке вот она рядом лежит отдыхает кстати еще один момент есть промежуточный еще один ой-ой-ой-ой-ой упал пистолет мой я специально она делала сушит вот как бы промежуточный 100 миллиметровый вариант присоски вот и получается у нас 120 100 и 75 вот этому лампочку сейчас не будем выключать не будем убирать я постараюсь для вас как бы заснять эпизод как смотрится в одной лампочке как смотрится в другой верхний свет будет мешать ну продолжим наше изыскание все видно хорошо вот камеру ставлю статично и теперь убираю вот она люмка у нас вот он лет то есть на вкус и цвет говорится товарищей нет кто привык в чем работать единственное конечно скажем так сделать люм лампу в данном случае но будет дешевле вот значит как мы уже говорили ориентировочно 2000 вот такая вот присосочка стоит большая вот с доставкой там чуть меньше 1800 по моему вот локлайн тоже можно купить подешевле вот ну и опять же сама лампочка ерунду стоит вот и отражатель можно поставить обычный там какой-нибудь молочно-белый типа так вот здесь он то есть если как бы у нормальная зрение и все нормально но опять же скажу что лучше один раз потратиться и купить нормальную лампу нормальным рассеивателем то есть один раз закомплектоваться но в данном случае это возможно и нужно в том случае если вы уверены что вы этим собираетесь заниматься и продолжать а просто взять поиграться сейчас это как бы дорогого удовольствия и я не вижу смысла там где-то чего-то просто так поиграться задружите с каким-нибудь человеком кто этим занимается придите к нему поиграйте спотешься как говорится сбить оскомину вот и успокоиться возможный такой вариант но сейчас я буду потихоньку снимать как я и буду забивать для этого я их отмечу чтобы было видно это место есть у нас вот такой волшебный карандаш и квасковой вот одно отметим и вторую шишечку и потихоньку будем забивать ну я это буду делать и показывать вот и в таком свете и в таком то есть чтобы вы посмотрели разницу то есть ребята просили покажите какая разница между тем и этим я показываю опять же если посмотреть лампа все так сказать жизни побитая и тем не менее работает нормально и эффективно в принципе в принципе вот эти вот все нюансы они не играют никакой роли это мы их видим вот так сейчас а здесь на отраженке этого ничего не видно то есть мы то работаем сюда смотрим они вот сюда все приступаем к пробою вот у нас пробойник волшебные не менее волшебная колотилка продолжаем нашу съемочку вот видно тут в этом месте я пробойничком работал он наследил хотя я стараюсь как бы в чистоте держать но пыльца все равно попадает на на вот на немножко лак повреждает но это убирается вот смотрим как мы видим вот здесь у нас есть контрольная линия и вот в этом месте вот здесь уметь надо показать вот здесь в этом месте скажем немножечко съеживается то есть уменьшается в толщине вот когда идет ровно это том что у нас еще есть здесь выступ и есть ямочка небольшая ну ямочку мы поднимем а выступ забьем и вот тоже самое вот это шишка сейчас посмотрим что нам покажет люмочка показала уже нам вот лет лампа что нам покажет то же самое не знаю передаст не передаст камера на я например вижу вот и бугорочек и вмятинку еще здесь то есть как бы видно ну вот видно вот эти два места надо поднять а вот здесь вот здесь вот здесь за все это на микро микро уровне естественно как вы понимаете на улице этого видно ничего не будет забиваем сейчас вот эту я буду забивать в лет лампочки ну как бы один раз таком один раз таком вот варианте и как бы результат я думаю будет такой же продолжаем что мы видим мы видим что небольшую шишечку так называемый плюсик его очень хорошо отчетливо видно так же как и вот на этой тут вот это место где была вмятина тут небольшой плюсик присутствует значит что хочу сказать вот как бы хорошо вот посмотрим посмотрим вот здесь вот это место да здесь я наследил керном да видно и посмотрим вот это место я просто-напросто постоянно брала вытирал как бы рукой пылинки их видно хорошо и наконечник вот это рабочее место как говорится вот так пальцем все время протирал все время попадает какая-то пыльца которую мы когда вот этот объем делаешь минус вот этих вот чудо волшебно забивала как мы видим с нее сыпется всякая труха вот ее видно что и работали и работали вот и поэтому с нее вот это сыпется и надо как бы если вы хотите сразу работать аккуратно либо надо что-нибудь какой-то молоточек который у вас не пылит из которого такая труха не будет сыпаться ну либо там еще как-то придумать вот потому что покупать и я отклоняюсь от темы покупать дорогостоящие вот эти молотки там по две тысячи которые из пластика из кускопластика сделаны стоят две тысячи там и больше ну не знаю я как бы у меня рука не поднимается такие вещи покупать все это делается извините в китае стоит три рубля ведро или три рубля мешок а нам продают их извините сколько процентов прибыли трое вопрос что если я не могу это сделать и мне это нужно приходится покупать а так ничего страшного ладно вот видим мы начата в этой лампочке в ледовской и вот как это видно в люмке тем более что у нас вот есть контрольная полоса и на шишечке она у нас преломляется видно да преломление вот для чего и нужна контрольная полоса до проверки вот так мы взгляд свой опускаем поднимаем и видим все это но для работы вот в такой зоне освещение комфортно работать забиваем сейчас дальше эту шишечку смотрим что у нас получилось в этом месте вот чуть-чуть она конечно гуляет ну сами понимаете законы физики они работают тут небольшая складочка в металле вот и она и я это линия контрольная показывает в принципе тут все довольно таки ровно извиняюсь меня прервали звонком вот смотрим принципе все достаточно ровно немножко линия гуляет но это гуляет как должно быть идеально убираем эту лампочку чуть в сторону еще раз показываю вот как бы для меня минус что вот здесь вот заливать плохо видно но плохо видно это в камеру глазу достаточно комфортно видно ну ладно не об этом уже об этом и объяснял и вот мы смотрим что у нас получается получается немножко камера снижит что у нас получилось здесь теперь я выключаю лампочки вообще обе две где она тут выключается вот и смотрим это же самое в отражунке на улицу как мы видим все ровно все четко вот ну еще раз повторюсь вот по присоскам вот 75 диаметр 100 и 120 вот такие три присосочки все они как бы одинаковые по вот этим вот по отверстиям по посадочным везде все это подходит как бы взаимозаменяемое можно этот локлайн отсюда поставить сюда сюда ну как бы был черный станет серый вот и все то есть все это взаимозаменяемое это дополнение тому видео предыдущему да еще вот как мы видим видите вот этот полоска она везде присутствует на них это как бы индикатор того что лампочку надо подкачать в норме вот этот вот красный ободочек он не должен быть наверху когда он вот так вот выходит вот это говорит о том что надо подкачать что тут слабый вакуум ну естественно может упасть но это я для тех кто этого не знает опять же вот а для тех кто знает мои видео не интересные они все это уже забыли давно ладно всем удачи пока пока вот как бы стараюсь отвечать на вопросы ребят кому это интересно вот так вот как бы это интересно но и так вот